молчанов и каждый кто сделает репост этого выпуска в своих соц сетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю друзья что полным ходом идет набор на онлайн-курс сценарий полнометражного фильма в нашей сценарной мастерской если вы хотите научиться писать сценарий если вы хотите стать профессиональным сценаристом то проходите по ссылке в описании подайте заявку и займите место на курсе пока его не занял кто-то другой если вы меня смотрите в прямом эфире то я специально вышел чуть-чуть пораньше 1154 для того чтобы проверить как у нас тут все работает если вы смотрите в прямом эфире то напишите пожалуйста в чате видите ли вы меня слышите ли вы меня хороший звук хороша ли картинка алина где мой чай я забыл чай принести сейчас я схожу за чаем вы пока пишите ну что ж други мои поздравляю вас с наступившим новым 2024 годом и надеюсь что для всех нас будет год творческий продуктивный а так давайте я ну я не не могу начинать раз уж я пообещал что в 12 начну начну занятие то я не могу начать его раньше поэтому давайте я просто буду тянуть время и мы с вами поболтаем немножко кому чего подарили на новый год пишите в комментариях бы проверим как работает как работает моторика от мозга в пальцы мне подарили акустическую систему я еще не не тестил сейчас отведу вебинар потом побегаю и буду вечером тестировать на конечно же на альбоме так духе игру атомное сердце есть особенно ребенку у нас повезло бабушка мама подарила ему гитару и бабушка тоже подарила ему гитару независимо друг от друга то есть они не сговаривались и не не знали о том что каждая другая собирается гитару подарить в итоге у ребенка две гитары мы вчера с ним вдвоем борец али так что будем как братья эверлей да деньги деньги нам тоже подарили так кто еще кому еще что подарили я гитару маленькие такие у нас гитар полон дом и электрическая акустическая есть просто маленькому маленькие пальцы у него и они по обычной гитаре она но больно сам не не нравится им вот или маленькую так вимбл последней модели украшения дизайнера деньги буду еще выбирать себе подарок картину по номерам рисует так себе тут получится как нужно оценить качество рисунка вот ротка хорошо рисовал так но любимый художник кстати детям акулеле укулеле наверное я какому читается маленькие гитары вот нам нам тоже максу тип типа укулеле что-то такое новогодние носки в нынешнем контексте новогодние носки звучит пугающе самое смешное кстати говоря когда я увидел эту ну вот эти новости про новогоднюю вечеринку это надеюсь все все считали как бы отсылку до носок понятно что была такая группа редко чили пепперс и они на одном из ранних своих концертов ходи вышли в таких носках надетых так вот я в носках на вечеринке выступал еще тогда когда это не было модно 1999 году приятелем моим отжигали никакого сексуального подтекста в этом абсолютно не было это чисто было такое постмодернистское действие что за приятели говорить не буду потому что он сейчас в вологде большой человек это было смешно весело наушники абаку подарил старые старые карманные часы которые очень давно хотел круто муж часы я уважаю карманные так наушники без беспроводные двое разных свечу ручной работы бонусных денежные ничего 3 января мы день рождения к дню рождения дарит у нас 3 января с женой мы поженились 3 января в этом году тут стали считать а сколько лет посчитали оказалось 21 год мы два года мы жили до свадьбы и 22 год 2002 году 3 января это был день масяни на нтв мы были абсолютно нищие и сидели данные не чуть никакой вечеринки не было царицынском загсе поженились и приехали домой в нашу съемную однушку в марина и весь день смотрели масяни так хорошо друзья мои 12 00 и мы начинаем с вами самодисциплину для писателей и сценаристов уже какой какой раз мы проводим 9 9 9 в следующем году будет юбилей на еще раз друзья поздравляю всех с наступившим новым годом желаю всем удачи и вдохновения в новом году и мы с вами начинай я очень рад что вы решили провести эти 10 дней с пользой а за 10 дней вы не измените свою жизнь хотя и такие случаи тоже бывали но вы можете заложить фундамент своей новой жизни ну и уж и уж конечно совершенно точно да одно дело начинать год с лежания на диване и и смотрение сериалов и совершенно другое дело начинать год интенсивно нами сообществе с ежедневными заданиями энергично здорово бодро весело мы бодры веселы бодро надо бодры как надо говорить бодро веселы как надо говорить весело давайте так то из вас уже проходил самодисциплину чтобы мне понимать какое у нас соотношение новичков и тех кто пришел в первый раз если в первый раз напишите в первый раз так я я это что впервые или были варианта 2 проходил или впервые первый раз да довольно много в первый раз для меня это на самом деле ну определенная дилемма потому что ну большая достаточно сложная программа да то есть это десятидневный насыщенный тренинг и понятно я понимаю да что надо чем-то удивлять те кто уже проходил нужно давать что-то новое с другой стороны ну те техники которые я даю они базовые фундаментальные я даю базу и то что я здесь даю это какие-то вещи которые ну реально очень очень сильно могут на длинной дистанции изменить жизнь человека к лучшему поэтому ну как бы если если их давать то их и надо давать вот поэтому основная программа будет такая же как и обычно но будут кое-какие кое-какие изменения связанные прежде всего с тем что мы сегодня помимо всего прочего мы в этом году проходим такой проект годичный коучинг знаете может быть что у меня есть такой проект годичная программа бесплатная практическая магия первый год у нас был посвящен достижению цели второй год был посвящен деньгам и этот год у нас посвящен радости у нас идет год радости с 1 сентября у нас начался вот и соответственно будут какие-то упражнения я вас тоже буду попу по буду просить эти выпал упражнения выполнять они не не требует какой-то большой больших какие-то затрат времени и сил но вы увидите что эффект будет довольно интересный 9 лет существует наша с вами самодисциплина я ее постоянно докручиваю что-то меняю что-то оставляю все задания все действия очень простые а не в том смысле что они не трудные а в том что они не сложные да то есть там не надо бы ломать голову над тем чтобы сделать какое-то действие да то есть нужно просто делать какие-то простые действия при этом они не всегда комфортные действительно так а какие-то действия там максимально некомфортные особенно если вы пойдете по хардкору давайте так два слова расскажите о себе какой город и какой творческой деятельностью вы занимаетесь там например алма-ата журналист там оренбург писатель неважно на самом деле писательская деятельность или нет на меня интересует именно творческая составляющая до после года радость еще годовую программу будете делать каждый раз зарекает каждый раз говорю что нет все больше никогда вы можете себе представить что это такое целый год ежедневно еженедельно часовые часовые эфиры делать очень слой это очень тяжелая нагрузка я надеюсь что это последний год и посмотрим так есть читаю смотрю я все вижу я вслух все не буду зачитывать из чата потому что тут много достаточно два слова расскажу о себе кто-то из вас уже знает кто я такой кто не знает ну тем я думаю что есть люди которые прям сегодня с утра залетели на тренинг они вообще там знать не знать что за дядька такой пришел да и с нахальным видом что-то такое рассказывает изначально я журналист я много лет работал журналистом сначала в вологде криминальным репортером потом главным редактором он переехал в москву и в москве работал руководителем шеф-редактор главным редактором в журнале крокодил в газете метро знаете такая ежедневная самая тиражная газета в москве я был шеф-редактор в газете деловой газете взгляд я был шире шеф-редактор в общем больших высот достиг в медийном бизнесе потом бросил все это и ушел сценаристы и много лет писал сценарий я детективщик очень люблю этот жанр и я писал для всех каналов которые вот в то время когда я писал для всех каналов которые снимали телесериал очень много для первого канала писал очень много для нтв очень много для россии для стс для дома для всех короче вот все кто снимали для всех писал платформ тогда не было также я пишу пьесы и как бы высшие мои эталонные достижения в этом смысле пьеса убийца которая была уже там за сотни постановок в россии и около там 50 постановок в европе она вошла в свое время составляли европейские критики составляли список лучших современных пьес и из россии туда вошли три пьесы 1 пьеса вырыпаева 1 пьеса братья кресняковых и моим мой убийца и я являюсь основателем 1 российской частной онлайн киношколы сценарной мастерской александр молчанова мы работаем 15 лет 1 декабря нам исполнилось 15 лет множество народу через нас прошло огромное там количество огромное количество наших студентов работает я думаю что по кипи ай да то есть по по соотношению скажем так но у нас два человека в мастерской работает и мы там я думаю что тысячи раз эффективнее чем гик вкср и так далее так далее по количеству наших наших выпускников также я написал некоторое количество учебников для сценаристов буквально сценариста который во всех киношколах рекомендует во всех киношкол все сценаристы практически начинают с него обучение сценарист номер один пишется книга о повышении писательской продуктивности книги по мотивации ленивок ленивая скотина на волшебный пендель и так далее так далее тоже там я считал эти книги там когда за 30 перевалило я перестал считать сбился со счета думаю что там что-то около 40 книг написал и вот главное мое дело это наша сценарная мастерская и в общем то этот тренинг он как бы ну как по инфо по инфо цыгански говоря да это такое горлышко воронки через которые люди заходят в мастерскую и какое-то количество из вас после этого курса придет учиться в нашу сценарную мастерскую на курс сценарий полнометражного фильма на который у нас идет сейчас набор но я вам сразу скажу что мне лениво заниматься вот всеми этими инфо цыганскими делами вас по эмоциям раскачивать там а представьте через десять лет вы пошли в мастерскую как офигенно вы крутой сценаристом вас все узнают на улицах и так далее так далее хотят в интернете я вот я этой херней не занимаюсь никогда не занимался не буду заниматься более того я наоборот скорее как бы отталкиваю да то есть мне важно у нас мы немного людей набираем 45 человек мы набираем на каждый курс и и больше не будем набирать никогда вот то есть у нас желающих всегда больше чем мест на курсе поэтому я скорее стараюсь оттолкнуть нежели привлечь людей которые которым там не надо оказаться поэтому я естественно в течение этих 10 дней буду каким-то образом упоминать рекламировать мастерскую но это не будет только реклама мастерской более того я иногда буду забывать об этом это тоже всегда происходит рекламе курса и если я буду забывать об этом вы мне задавайте какие-то вопросы по мастерской если вас вы если вы туда планируете пойти и что-то хотите узнать о том как там у нас происходит источники этого курса этой техники которые я собирал много лет все они проверены на мне проверены на моих учениках мастерской проверены на коучинге они все рабочие будет два режима light и хардкор как и всегда хардкоре я будем бегать обливаться ледяной водой будет куча аскез будет куча ограничений light это light да то есть если вы например не проходили самодисциплины я рекомендую начинать слайд если хотите прям по хардкору то по хардкору а сейчас идет лайк то есть каждый урок сначала будет для всех и он будет сначала light потом будет небольшая пауза небольшое упражнение для переключения а потом будет задание для хардкора то есть лайк слушает сначала хардкор слушает сначала лайк потом упражнения свои для хардкора я советую сегодня послушать до конца всем и решить для себя light вам подходит или хардкор сейчас не будут спрашивать куда вы хотите пойти на лайк или на хардкор порядок занятий такой стрим 12 часов дня в прямом эфире по времени это обычно занимает около полутора часов может быть сегодня будет чуть чуть подольше будет зависеть от количества вопросов которые вы будете задавать дальше у вас сутки для выполнения домашнего задания ответы здесь комментарии то есть основной основная базовая страница здесь вконтакте то есть записи потом будут выкладываться в фейсбуке в подкасте на ю тубе и так далее так далее но мы с вами занимаемся здесь текущий урок всегда будет закреплен у меня на странице не забудьте подписаться на страницу чтобы ничего не пропустить дедлайн для отчетов 12 часов следующего дня по москве то есть я задаю вам задание и до 12 часов следующего дня нужно задание выполнить и отчитаться написать в комментариях пожалуйста не надо спрашивать меня как посмотреть предыдущий урок если вы его пропустили ищите в подборке видео на странице дальше я рекомендую проходить не оставлять вот тоже бывает такое а все по все понятно запись есть я потом долгий день зимними вечерами послушаю а вообще старайтесь приходить прямой эфир совсем другая энергия да то есть вы участвуете в общем поле вы можете задавать вопросы да вы можете там видеть то как другие люди общаются здесь совершенно совершенно как бы это все равно что за не одно дело заниматься сексом дали другое дело смотреть как кто-то другой занимается сексом конечно заниматься сексом приятнее чем смотреть будет мало теорий в основном только практика в большинстве случаев я вообще не буду объяснять почему нужно делать так то и как это работает то есть я буду просто говорить делайте так и получите результат и действительно так будете делать будете получать результат не будете делать не будете получать результат а небольшое предупреждение тренинг бесплатный если вам что-то здесь не нравится и если вы мне про это говорите вы сразу же выхватываете бан на баны я быстрый у меня нет времени на то чтобы с кем-то объясняться если вам не нравится мое это не бэканье мэканье если вам не нравится то что я вам говорю не нравятся техники и блед мой не нравится или еще что то не нравится да если вы хотите поспорить со мной о чем-то или хотите меня поправить в чем-то или дополнить не делайте этого пожалуйста просто тихонечко закрывайте окошечко отписывайтесь от рассылки и дальше каждый идет своим путем не надо громко и там скандально прощаться ну а вот он сказал то 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 все вы для меня больше не существуете все я как бы просто тихонечко уходите и и бог с вами как бы мы жалеть не будем плакать полом еще один важный момент если вам кажется что вы знаете какую вот вы александр вот сказал такую технику я вот еще знаю вот такую крутую технику или александр упомянул какую-то книгу а вот еще есть вот такая книга и вот такой вот еще есть тренинг да и вот еще есть не делайте поверьте все ваши книги я читал все ваши техники я знаю и если я не упоминаю книгу не говорю о какой-то технике это значит что для этого есть какая-то причина если вам кажется что добавление чего-то к тому что я говорю повышает ценность на самом деле понижает просто делайте то что я вам говорю и будет вам счастье вопрос согласны ли вы с этим если согласны напишите что согласны если не согласны справа есть такой крестик нажимайте и валите отсюда согласны ли вы так 199 прямым эффект давать еще кто-нибудь подключитесь чтобы было 200 нет мат да кстати матом мы не ругаемся это у меня вырвалось извините я тоже на самом деле не не сторонник матовый фире тоже я показываю просто как как может быть есть все а у меня что-то по под 199 показывает ну ладно хорошо это вот всегда так первое занятие 200 человек все мы пройдем самодисциплину в конце там 180 70 тоже мы это все проходите вы не представляете как я соскучился по вам как я люблю самодисциплину просто вот этот мой любимый тренинг из всех наших из бесплатников я имею ввиду так хорошо теперь еще один момент это не тренинг по писательству да то есть это не тренинг по фитнесу или диетологии хотя я буду давать какие-то рекомендации которые может показаться что это это диетология да это фитнес но я как бы стараюсь свои полномочия не превышать я не тренер по фитнесу это тренинг по самодисциплину то есть по самодисциплине если у вас есть какие-то проблемы со здоровьем то есть например там вот по хардкору надо бегать а у вас там ну не знаю колени болят или вы беременная да там на на девятом месяце или еще что-то но люди ну дураками то не будьте конечно не надо этого делать но убиваться то не надо если есть какие-то сомнения да допустим там ну сердечные какие-то заболевания там и можно ли обливаться ледяной водой ну посоветуйтесь со своим врачом я же не этот самый не не экстрасенс я не могу по фотографии у вас аппендицит вырезать поэтому если если есть хоть малейшее сомнение в том что то что я вам говорю задание которое я вам говорю что это может повредить вашему здоровью вот хоть малейшие немедленно идите к врачу или лучше не делайте вообще потому что ну здоровье штука такая да мы можно так качнуть что потом целый год не разогнетесь от этого тренинга может стать сильно хуже от выполнения да то есть если у вас есть проблемы со здоровьем то есть я предупредил оставаясь здесь вы берете на себя полную ответственность за любые последствия по поводу вашего здоровья если есть какие-то сомнения еще раз прям подчеркиваю если там вам плохо будет я потом вот это видео достану и скажу помните я вас предупреждал вот я предупреждаю запомните включитесь давайте так понятно ли это понятно ли это вот то что я вам сейчас сказал по поводу здоровья есть у нас шекспир 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 на нас есть в лучших переводах лозинского и пастернака так анджи вошли в чат где где кого кого за мат кого за мат забанить а что я выматерился меня надо ну сейчас я сейчас я вас найду кого кому не понравился не понравилось то что я матом ругнулся сейчас я вас найду забаню сейчас вы пока напишите понятно ли это до херищик не комментариев сейчас где-то и кого кого забанит там ладно потом потом за баня улетели уже так непонятно от чего будет от чего именно будет плохо ну например на хардкоре мы будем бегать да например у вас там больные суставы да вы побежите и на следующий день хромать будете вот от этого будет плохо вы придете и скажите а молчанов сказал что вот это так вот так вот откроешь выловить следующий раз кто там кому-то надо понимаете для порядка надо обязательно кого-то в начале забанить до чтобы люди по понимали понимали что к чему понимали кто в доме хозяин бегать на улице у нас у нас минус 35 не не бегайте тебя одну сумма-то не сходите если минус 35 естественно не надо бегать так ладно хорошо а самодисциплина для писателя это не просто сеть и начать писать да типа вот давайте садитесь быстро и пишите это довольно сложная система которая пронизывает всю жизнь то есть нельзя ввести изолированную самодисциплину на 2-3 часа и остальное время делать все что угодно да то есть самодисциплина это нечто что пронизывает всю жизнь писателя да то есть это некая система при этом это ни в коем случае вот меня на самом деле я просто ну по горизонтали начинаю бегать если мне кто-то говорит александр вы такой хороший мотиватор ну я вообще терпеть не могу мотивацию да то есть мотивация нужна тогда когда не сделано все остальное то есть если у вас сделано у вас подготовлен текст собранном эти собранной информации написан план и так далее так далее вам мотивация не нужна текст течет сам да то есть когда вы хотите пописать вам чтобы пописать мотивация не нужна когда вы голодны вам чтобы поесть мотивация не нужна когда вы видите любимого человека да и хотите заняться с ним сексом вам мотивация опять же для этого не нужно вот тоже самое для писательства нужно все сделать так чтобы вы в свой текст как как секс бежали как поесть когда вы голодны и если там нужна мотивация значит блин какая-то проблема значит вы что-то сделайте не так я не мотиватор и писателю мотивация не нужна да то есть мы выстроим такую рабочую систему при которой заставлять себя писать не надо чтобы это была машина которая едет сама собой и вот сейчас я вам дам первую и последнюю технику на этом тренинге посвященную именно мотивации вопрос какой именно текст вы хотите написать вот главный текст вот представьте что вы можете написать один единственный текст не надо сюжет пересказывать да то есть мне важно понять что это например я хочу написать пьесу которую поставят во всех театрах я хочу написать роман о своей жизни или о любви да я хочу написать стихотворение которое станет гимном страны вот какой текст вы хотите написать вот один если один текст вы можете написать вот какой текст вы хотите написать напишите в комментах подарили колоду таро и кофточку где таро блин везде таро туда таро я чувствую что надо сделать курс таро для сценаристов это очень крутая кстати я тоже всю весь этот год изучаю таро у меня колод уже у целый ящик стола колод и для чего я это делаю потому что это очень крутая метафорическая система которая в числе прочего позволяет создавать историю так пьесу романа своей жизни роман который меняет мир сценарий короткому ролику роман стихах у нас кстати был роман стихах на курсе роман однажды девушка написала было дело так история моей жизни исторический роман сценарий полного метра ну так сценарий полного метра вот пожалуйста на идет набор на курс сценарий полнометражного фильма вот все кто пишут сценарий полного метра всем с тем быть на курсе по сценарию полнометражного фильма прямо сейчас идет набор он раз в год проходит поэтому не не упустите составить подробное описание к своим метафорическим картам а вы не хотите сделать художественный текст который был бы одновременно описанием к вашим метафорическим картам роман меняющий мировоззрение потому что огромное количество текстов до всяких разных вот этих вот описаний колод и читать их совершенно невозможно а хочется прочитать именно литературный текст художественный текст который бы опять же имел такой же эффект как этот самый будет ли в этом году курс пьесы конечно будет мне кажется что мы мы его запустили в прошлом году результатами я очень доволен вот у нас кстати как раз 11 января будет читка пьесы и штар филиппа коршунова которая написана на на этом курсе если хочешь написать бестселлер то можно идти на сценарий вообще я считаю что сценарий это база и вот то что мы даем на курсе по сценарию мы это это база которую должен знать каждый кто занимается storytelling я считаю что если вы занимаетесь продающими письмами тоже нужно идти потому что мы живем в мире истории а вот а наш курс по вот этот именно курс я в раз в год провожу сценарий полуметражного фильма да это курс который ни на что не по нигде такого нет да то есть это именно психологическая основа старителлинга и вообще курс по написанию романа мы начнем набор на него первого так хорошо теперь давайте так вот вы написали этот текст представьте что вы его уже написали вот ваш антиутопию со счастливым концовом сериал для чтения и так далее так далее да вот как вы видите тебя после того как вы его написали вот вы себя да вот представьте что вы его уже написали и что вот как ну именно картинки картинку представить что он написан и как вы это видите сидите ли вы дома да и кайфуете от того что он написан а раз подписываете ли вы автографы в книжном магазине или вы идете то есть вот есть ли какой-то визуальный образ для того чтобы вот вы до понимали что это сделано до чтобы вы понимали что это сделано вот как вы поймете что это дело сделано сижу под пальмой без кокосов пишут дальше вот выполнила свою миссию и окей хорошо и вот как вы себе представляете есть ли какой-то образ да вот я выполнил свою миссию что я делаю я сижу на балконе и подтягиваю фалернская например путешествую по миру с презентацией пишу следующий роман да уже с другим ощущением да то есть ты пишешь следующий роман сидишь но представляешь что а уже уже во всех энциклопедия так освободилась от ненужных убеждений чувствую себя легко и радостно вот прям я хочу чтобы вы сейчас прочувствовали этот момент да то есть вот чтобы вы посмотрели туда тут создали себе картинку да вот этого события потому что вы туда будете идти и какое-то время так читаю обратную связь дискутирую онлайн принимаю заказ на авторские куклы сижу и кайфую так книга в выкладке подписных изданий сижу любуюсь морским пейсажем вижу презентацию отлично она у каждого своя то есть ну так неважно на самом деле почему да то есть условно говоря там кто-то будет слышать какие-то звуки до новости по радио кто-то будет видеть какую-то картинку кто-то будет телесное ощущение чувствует до запах бриза до морского или там вот это ощущение что сидишь в кресле да и или еще что-то да то есть у каждого это абсолютно дамы в inside мы всегда идем как как запой да мы мы идем в одиночестве мы не можем никого с собой туда взять смотрю как его обсуждают в италию гуляю так есть хорошо теперь вот смотрите неизбежно когда вы будете писать сейчас я вам скажу какую-то вещь которая сейчас может быть вы ее не поймете не оцените но через какое-то время она спасет вам жизнь вы вспомнить вспомните слова своего учителя и скажете а молчанов про это говорит вот так и надо поступить так вот неизбежно будут взлеты будут падения будут моменты когда вот вообще ничего не получается кажется что вы пишете какую-то полную херню никому не нравится вам не нравится то что вы делаете и сил нет энергии нет и вообще все это все надо бросить и ничего не получается и да то есть вот будут такие моменты в этот момент покажите себе вот это кино которые вы сейчас себе показывать вот запомните его положите на полочку слева рядом в голове это кино да и когда это произойдет не если это произойдет а когда это произойдет вот покажите себе это кино и она вам даст силы она вам даст энергии писать дальше она вам даст смысл для того чтобы идти дальше вот с вами была первая и последняя мотивация техникам мотивационная техника понятно ли как она работает понятно ли что надо делать если понятно напишите что все понятно если есть вопросы то задайте вопросы и пока вы это делаете пока вы пишете я хочу вам такой вопрос на будущее закинуть подумайте для себя решите действительно ли для того чтобы вот это было у вас действительно ли для этого нужно что-то написать может быть проще получить это другим способом да то есть если вам например хочется славы идите на телевидении у меня была слава когда я работал на телевидении когда я ввел программу на телеканале пятница это было там короткое время когда меня узнавали на улицах да то есть и когда у меня книги лежали на всех на всех прилавках меня на улицах не узнавали да если хотите денег заработать ну так идите в банк работать да то есть писательством больших денег вы не заработать если хотите поехать в италию ну поезжайте в италию опять же для этого книги писать не надо для того чтобы поехать в италию хорошо идем дальше вот это вам мысленно подумать да то есть проверять себя действительно ли на самом деле вы хотите что-то написать может быть вы хотите что-то другого это такая ну быстрая инъекция мотивации на самом деле если нужна внешняя мотивация значит что ты что-то идет не так нам с вами надо построить такой вечный двигатель писательский а теперь вопрос а знаете ли вы свою писательскую норму сколько страниц вы пишете в день страниц или знаков или слов там неважно тоже все по-разному читаете считают тексты так знаете ли вы свою писательскую норму какая у вас писательская норма если не знаете напишите не знаю пока какая писательская норма по 0 то 10 сам самая вообще-то самое худшее из всех возможных ситуаций когда-то 0 до 10 кто-то не знает да а вопрос вот сейчас тоже я когда я буду давать самое важное я буду прям акцентировать на этом сейчас одна из самых важных вещей на самодисциплине бывает ли у вас так то какие-то дни вы вообще не можете ничего написать а в какие-то дни пишите допустим норма две страницы а вы написали 10 и после 10 страниц не можете остановиться а потом на следующий день после этого вообще ничего писать не можете вот бывал бывали ли у вас такие ситуации когда в какой-то день вообще не пишется в какой-то день хочется дофига написать 10 страниц и и пишешь 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 и классно идет и так нравится да и никак не можете остановиться маргарита пишет после самодисциплины уже не бывает так вот смотрите вот самое как бы вот фундамент самодисциплины состоит в том чтобы вовремя останавливаться вот так же как когда мы едим мы все время переедая почему да то есть у нас желудок уже заполнился а команда в мозг еще не дошла от желудка что он уже пола и поэтому всегда рекомендуют вставать из-за стола тогда когда вы еще чувствуете голову а чувство насыщения она дойдет чуть чуть позже вот с писательством тоже так же когда мы пишем когда мужем мозг разогнан да нам о том как разгонять мы об этом там чуть позже поговорить сейчас самое важное самое фундаментальное с чего мы начинаем да то есть нам нужно стабилизировать но и для того чтобы с чего мы начинаем мы начинаем с того что мы учимся заканчивать правильно то есть правильно заканчивать важнее чем правильно начинать потому что неправильное начало да она как бы не не имеет не такие страшные последствия как неправильное окончание потому что неправильное окончание да но протягивается на следующие дни последствия вы потом можете несколько дней переживать соответственно нам надо научиться заканчивать так же как давайте две метафоры подряд до приведу с засыпание то же самое то есть если нужно рано вставать а вот для того чтобы рано вставать некоторые люди там 5 будильников заводят там и так далее так далее да то есть для того чтобы рано вставать нужно рано ложиться и соответственно если вам нужно вставать 6 да значит нужно приучить себя к тому чтобы в 10 часов ложиться спать а вы не можете заставить себя заснуть в 10 часов да допустим если опять же там мозг разогнан и мысли крутятся и так далее так далее да там тяжело на вот и в итоге человек сидит и ждет когда же ему захочется спать и ложится в итоге в два часа ночи и встать после этого в 6 часов ну зачем вы убиваете себя этим просто а вот поэтому чтобы вставать 6 часов нужно ложиться в 10 часов в первый раз вы не заснете в 10 часов да то есть мы там также будете ворочаться до двух часов ночи в 6 часов встанете весь день будете сонный ходить на следующий день в 10 часов ляжете уже заснете там в 10 30 например да и в конце концов если вы будете регулярно так ложится в нужное время да в какой-то я сейчас я рано ложу я в 10 часов ложу встаю тоже ран вот и соответственно вот я ложусь у меня голова подушки как как касается да через секунду я уже сплю а вот здесь то же самое нам нужно научиться во время заканчивать в этот раз 1 1 раз я вам дам задание написать одну страницу текста не больше если у вас норма меньше страницы значит пишите свою норму если у вас норма больше одной страницы да то нужно будет написать только одну страницу и не больше одной страницы и в конце когда вы закончите нам нужно придумать разработать какой-то ритуал выхода из вот этого писательского состояния дело в том что очень часто так бывает написал свою норму заставил себя встать из-за стола и ходишь и потом целый день думаешь про своих героев все время едут в голову какие-то сцены да и вы на самом деле по сути вы весь день продолжайте работать над историей и на следующий день когда вы садитесь за стол вы уже от нее устали потому что вы ее крутили крутили все время в голове вот поэтому нужно придумать какой-то ритуал выхода из рабочего состояния это может быть какое-то действие да то есть условно говоря там есть люди которые например зажигают свечу когда садятся писать и когда заканчивать задувать да и вот это вот выключить задум свечу до выключил как вышел из рабочего состояния может быть абсолютно идиот я в дуру как-то сказал говорю вот ритуал там может быть совсем идиотский до встать там стену поцеловать вот и у меня многие ученики начали это практиковать условно говоря там поцеловать стену перед началом работы поцеловать шкаф перед окончанием работы а вот если не можете придумать ритуал я советую просто себя хвалить но хвалить прям по чесноку подойти к зеркалу посмотреть на себя и сказать ты молодец для чего это делается это делается не для мотивации это ритуал выхода из рабочего состояния единственное что я не советую делать я не советую есть потому что очень часто бывает так что человек вот этот ритуал выхода из работы да он связывает с едой я на этих фронтах кровь проливал одно время я ел шоколад аленка да и последствия этого до сих пор я все худею никак не могу похудеть да когда ты там 5 страниц написал взял квадратик съел шоколадки аленка да потом 10 страниц дописал и всю остальную аленку лежащую в холодильнике поедаешь все все 55 шоколадок вот то есть это лучше это не делать потому что наша стальная воля да она же против нас и оборачивается да то есть мы как бы наша стальная воля встречается с нашей же стальной волей направлены на то чтобы эту шоколадку сожрать поэтому я советую придумать какой-то ритуал связанный с вознаграждением себя да но не с едой то есть это может быть конечно секс да но просто каждый каждый день не всегда не всегда удается найти с кем позаниматься сексом после того как напишешь утреннюю норму вот поэтому я советую просто себя хвалить вот самый простой способ себя себя вознаградить каким-то образом вот всегда это как бы это хорошо работает понятно ли это то есть домашнее задание написать одну страницу текста какой текст я не спрашиваю какой текст да то есть вы каждый придет по своей программе и по окончанию одной страницы себя похвалить так сейчас посмотрю что в чате как не потерять сюжет если себя по тормозить ну у вас должен быть об этом мы чуть позже поговорим о стадиях творческого процесса но у вас должен быть план по которому вы пишете то есть у вас должен быть поэпизодный план да то есть как не как можно потерять сюжет если у вас есть поэпизодные планы вы в точности знаете что у вас будет следующий сайт так трудно сесть если сажусь что пишу соответственно нужен ритуал входа в рабочее состояние от них и нужен ритуал входы нужно ритуал выхода но это должны быть раз в идеале это разные ритуалы у меня долгое время был был утренний ритуал покормить кота и сварить себе кофе код сейчас по радуге гуляет к сожалению поэтому только кофе остался но на самодисциплине я с кофе слезать по нуту другие ритуалы тоже будут бывают не без письма я сейчас хочу встроить ритуал состояние на гвоздях бен прикольная штука купил себе гвозди вот стою на них 30 секунд выдерживаю очень-очень от сказка тема так проедутся она четкая метафора отрезвляет до обжорства у нас чем это трудоголизм почему-то вот я я абсолютно с этим согласен до что у нас действительно трудоголизм он почему-то поощряется это неправильно это прям прямой путь к выгоранию как найти свою норму пробовать попробовали так увеличили посмотрели как ощущение уменьшили посмотрели так если закончить до завершения мысли я более того я скажу вам так если у вас в конце вот нет тоже все время спрашивают а как страница а если я рукой пишу ну значит руками пишите страницу да мне здесь важен факт одна страница да то есть они количество текста которые вы напишите каким шрифтом 12 кеглем шрифт times new roman еще вопросы есть по шрифтам по кеглем и если вы у вас на половине слова будет обрываться текст значит останавливайтесь на половине слова не то что закончить до завершения мысли а снова должно быть не закончен на слове обрываете войсов то да вы в этот войсов то он войдете в следующий раз вы сразу же войдет найдете нужный войсов то потому что вы уже будете знать ага на чем я закончу вот на этом и продолжаете слов и вы тем самым сразу же входите в нужное состояние наоборот если вы завершите мысль да вам следующий раз вот этот войсов то он найти будет гораздо сложнее поклоны ручки и бумаги да кто пишет рука руками тот пишет руками ритуал выхода писать дневнике фразу я большая умница и молодец очень хорошо вы большая умница и молодец очень хороший ритуал если вдохновение иссякает это можно считать выходом из рабочего состояния вот наша задача сделать так чтобы вы заканчивали работу до того как вы вдохновение иссякала то есть если вдохновение иссякает до того как вы закончили работать значит вы сто вы не просто переработали а вы прям уже совсем делайте все неправильно так 10 приседаний 10 отжимания нормально похвала в зеркало песочные часы да вот тоже самое шахоладом вдохновение было это же после такого ритуала ходила удела ну я 9 до 90 килограмм дошел в итоге с этими упражнениями вот сейчас опять сейчас сколько сейчас 84 сейчас хочу до 80 дайте да и будет ли это актуально для партнера кстати говоря тоже могут быть вопросы возникнут у партнера это имеется ввиду если использовать секс в качестве вознаграждения если нет плана составить план ну без плана мы не пишем можно ли менять ритуалы раз в несколько месяцев хороший вопрос мне кажется что надо тестировать мне кажется что это вот та вещь которую нужно смотреть нужно тестировать то есть кому кто кому-то это нас учит надоест кому-то на одну достаточно одного ритуала по времени написания текста ограничение есть давайте пока не будем забегать вперед и я вам мы будем говорить о графике работы и о том сколько времени я советую все-таки ориентироваться на количество текста не на время после курса роман кажется что в ритуале необходимость отпала но здесь тоже надо смотреть то есть мы понимаем да что это тоже немножко ритуал и это немножко костыли то есть когда вы там пишете 20-30 лет подряд вам уже ритуалы не нужны то есть ну поверьте у стивена кинга ритуалов нет то есть ну там уже я думаю что просто там никто старается между ними его письменным столом не оказываться когда ему надо писать так будет ли запись видео будет мы сейчас пишем без плана да сейчас мы пишем без плана да мы как бы об этом дальше чуть-чуть поговорим я не могу вам сразу же в одном занятии занятий сразу же дать все вот поэтому такой вопрос можно ли включить сюда описание для презентации на сертификацию и мне кажется я понял ваш вопрос если я правильно понял смысл в том что у вас помимо текста художественного который вы пишете да и вы пишете еще какой-то текст ну условно говоря профессиональной по работе ну мы с вами чуть чуть попозже опять же поговорим как разруливать разные виды текста вот но в целом написание художественного текста плохо сочетается с написанием друг других художественных текстов то есть например если вы пишете по работе например пишите сценария для себя пишите роман это очень плохо сочетается если вы для себя пишите роман а по работе пишите например журналистские тексты это тоже очень плохо сочетается я в 90-е годы два года писал романы для издательства exmo детективные и одновременно с этим я работал журналистом вологде в газете русский север и это очень тяжело очень плохо сочеталось то есть это такой прямой путь к выгоранию так на работу выхожу со следующего понедельника не смогу смотреть мне пофиг олег ну мне все равно поверьте ну это ваша проблема мне это какое дело до этого ну я по-человечески я вам сочувствую хотите учиться ну найдете время и для того чтобы работать и для того чтобы писать и для того чтобы тренинг этот проходить у меня позиция такая что если господь дал вам талант писать вы должны писать если вам дали талант и вы не пишете то идите вы к чертовой матери да никакой у меня вам жалости нет никакой пощады дар к людям которые просирают свой талант ну найдите такую работу чтобы вам там ничего не делать и чтобы у вас была возможность писать я в свое время опять же как я бы с выгоранием боролся я стал редактором сначала ответ секом потом зам главного редактора потом главным редактором для того чтобы сидеть и писать потому что если еще раз я подчеркиваю если господь дал вам талант не писать это преступление общество писателям всегда не докладывает да то есть писатели всегда получают меньше чем они дают обществу да они получают всего лишь деньги да иногда большие иногда маленькие а мы даем тексты которые люди потом веками смотрят читают и так далее и так далее вот поэтому меня в данном случае ваша боль не никак не задевает ищите другую работу так стихи и проза вслед в принципе сочетаются я согласен с этим почему потому что стихи они принципиально по другому пишутся да то есть проза пишется каждый день день за днем да а стихи они зреют 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 варится варится варятся и они могут параллельно в это время мы вы можете писать просто а потом раз и у вас стихотворение выплескивается одним таким до одним взрывом кстати пьеса также пишется тоже она варится 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 а потом пишется я убийцу полтора года обдумывал четыре дня писал так журналистика очень мешает сдашь текста от букв уже тошнит но журналистика хорошая школа для писателя но нужно эту школу закончить как можно быстрее то есть ну нельзя если вы писатель нельзя оставаться журналистом надо уходить с этой работы ну как бы без вариантов есть люди которые совмещали но всегда это был ущерб и для журналистской работы для писательской так завтра в 12 миска будет первое занятие да то можно взять из рис для писателя навскидку не скажу давайте сейчас я вопросы я просто боюсь что я увязну в вопросах много что можно взять да например там использование разных подходов до совмещения разных несовместимых задач каких-то так как узнать если талант только пробуй только перебором каждое ли занятие в 12 до каждое занятие в 12 как то как если талант только попробовать только пробовать только писать то есть ничего вот я не опять же там гороскоп и карты таро и так далее для я уважаю все это как метафорические системы да но они вам про ваш талант ничего сказать не могут нужно только пробовать и смотреть что получается какие результаты получаются если вы способны например писать 10 лет подряд да и вас процессе вашего написания качество текста будет постоянно улучшаться значит талант у вас есть если нет значит нет все по-другому никак кстати говоря вот наша мастерская это в числе прочего это способ проверить талант да то есть ну вы как бы можете пойти например вовгик потратить там пять лет чаще большую часть времени причем впустую потратить да и потом обнаружить что ну вам не надо туда идти не надо этим заниматься а вот а можете прийти к нам в мастерскую и за три месяца сделать такой тест да то есть попробуйте посмотреть у меня были люди причем талантливейшие люди замечательные таня мужицкая у меня училась например она папа по окончанию курса она пришла к выводу что когда все хорошо я понимаю как как делается до понимаю что можно это сделать да ну поняла что я как бы туда не хочу вот и мы с тех пор там восемь лет назад она курс проходила мы с тех пор дружим очень крепко вот то есть это как бы как бы проба для того чтобы вот понять надо туда идти или нет и терапевт сказал что есть склонность к писательству для этого я прошла в те тест 400 вопросов ну хорошо и что ну я полагаю что это ни о чем не говорит то есть есть факт что кто-то вам сказал что у вас есть склонность к писательству это может значить то что действительно есть склонность писательству может значит что нет склонность писательства проверить действительно ли его действие у вас это склонность можно сделать только одним способом нужно писать если вы будете писать и вам это будет нравиться и вы будете получать результаты и у вас будет получаться все лучше 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 значит действительно есть склонность к писательству а теоретически можно конечно это говорить не так хорошо идем дальше прежде всего важно когда вы начинаете писать не заставлять захотеть себя писать то есть вот я собираюсь писать например вот я собираюсь там что-то делать да мне надо пойти на пробежку я бегать спортом занимать и я не сижу с утра и не думаю так хочу сегодня на пробежку или нет ну как бы солнце с этой стороны земли да значит соответственно но я иду на пробежку утром надо писать да я не спрашиваю себя хочу я писать или нет да то есть я сажусь и пишу да потому что для того чтобы захотеть что-то вот большая часть писателей которые пишут они пишут тогда когда хотят писать а когда не хотят писать они писать них они не пишут да и вот для того чтобы вы захотели должно сойтись много фактор вас должно быть настроение у вас должны быть условия для того чтобы писать вы должны знать что писать у вас должен быть план что писать а для того чтобы не хотеть писать да достаточно одного факта вот чего-нибудь из этого не хватает и уже как бы писать не хочется и я вам больше скажу что большую часть времени писатели писать не хотят то есть вот в тот момент когда им надо утром садиться писать они писать не хотят что делать в этом случае вот запомните то что я вам сейчас скажу если вам утром надо писать а вы писать не хотите пишите не хотят понятно ли это мысль что если мы не хотим писать мы пишем не хотим то есть мы не заставляем себя захотеть писать да то есть мы не говорим я хочу писать я хочу писать я гениальный я талантливый я буду писать да мы садимся и пишет так не испытывая никаких эмоций по этому поводу да то есть о сегодня не хочется ну ладно пишу не хотели начинаю писать да через некоторое время до энергия появляется иногда она появляется через слово через два после того как вы начали писать иногда вы даже не замечаете да то есть в поток сразу включились и потом вовку да то есть вот ок хорошо тоже то же самое да тут прям дословно запомните что такой такс утра чуть не хочется писать что там молчанов говорил допиши мне хотя я хочу чтобы мой голос прямо у вас в голове в этот момент звучал сегодня не хочется писать пишем не хотя садитесь и пишите не хоть не заставлять себя захотеть писать окей дальше следующие на время тренинга не перечитывайте написаны то есть очень часто мы начинаем терять энергию сливать энергию тогда когда мы начинаем оценивать то что мы написали начинаем редактировать увязываем в этом редактуру да и в итоге теряем теряем темп теряем силу да и начинается такое что-то вопросы типа они не ерунду ли я пишу да то есть мы в моменте когда мы пишем да то есть это не я плохо очень отношусь к утренним страницам да то есть это не не фрирайтинг да то есть мы пишем не просто все что в голову придет да мы пишем текст по нашей программе по нашей задам вас по нашему заданию творческом и стараемся писать этот текст как можно лучше но результаты мы не оцениваем мы оцениваем их только тогда когда текст будет закончен когда будем редактировать и поэтому я прям строго заставляю не перечитывать то что вы написали написали закрыли похвалили себя и остальной день вы о тексте вообще не думаете и когда вы это сделаете вот сейчас сутки вам задание написать одну страницу когда вы это сделаете в комментариях к этому видео не позднее 12 часов завтрашний дня напишите написал одну страницу и за это сделал да такой такой-то такой-то себе подарок сделал до похвалил себя или там еще каким-то образом себя вознаградил да то есть сделал какой-то ритуал выхода из этого самого из творческого задания понятно ли домашние задания если понятно напишите понятно так начали то точно про редактирование начала редактировать писать не можешь почему писать обязательно утром я не сказал что писать обязательно утром более того совы пишут вечером жаворонки пишут утром мы об этом отдельно еще поговорим я все темы все эти темы мы осветим отдельно у нас с вами 10 дней впереди мы с вами поверьте максимально глубоко и широко все писательские темы раскроем за это время окей если еще какие-то вопросы будут я отвечу на все вопросы ваши после хардкора потому что ну мы час уже работаем надо надо хардкору тоже что-то сказать окей значит завтра мы с вами будем говорить о том как рабочее место превратить вместо писательской силы и сейчас переходим к хардкору и я попрошу всех кто и на хардкор идет и на light идет сделать сегодня первый раз сделать все все вместе возьмите любой предмет кроме телефона кроме телефона любой предмет вот книгу можете взять да вот все что угодно любой любое что до чего вы можете дотянуться возьмите но только не телефон да потому что но телефон это слишком заряженная штука да вы его в него просто провалитесь и не ноутбук да то есть не бук ридер да то есть вот не они что такое и дальше а я попрошу вас внимательно в течение минуты разглядывать этот предмет ручку можно ручку можно сейчас не надо писать какой предмет именно вы берете да то есть вот возьмите этот предмет и в течение минуты его разглядывайте внимательно я сейчас включу отчет и выключу видео то есть вы меня видеть не будете в эту минуту и минута пошла что он suas что он и 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 Спасибо. Так, есть. Теперь, не называя этот предмет, напишите в чате, какой он. Пишем только то, что вы видите. То есть мы не используем то, как его можно применять, то, какой он на ощупь, то, какой у него запах. То есть мы можем описывать только то, что мы видели. Цвет, форму и так далее. Одно, два, три определения. У кого сколько получится? Так, пыльный, прозрачный, прямоугольный, блестящий, гладкий, фиолетовый, небольшой, темно-зеленый, два конца, два кольца, посередине гвоздик. Это вы не дали описание. Вы опять, да, вы взяли готовое, готовое описание, да, и его принесли. Минуту потратили впустую. Так. Очень хорошо. Вот мы с вами в течение недели будем перед Таркором делать каждый раз такие небольшие упражнения на концентрацию. Да, то есть мы будем учиться переключать ваше внимание. И я советую, да, вот эти упражнения, да, они простые, на первый взгляд. Я советую время от времени их практиковать. На, это как раз таки, да, тренировка, тренировка концентрации, да, берете любой предмет, смотрите его и фиксируете, какой он, да, то есть там, там, один параметр берете, да, например, визуальное описание, да, там, круглый, квадратный, зеленый, да, и так далее, и так далее. Это очень помогает, очень помогает тренировать писательский взгляд, и это мгновенно включает концентрацию, да, то есть я просто у вас внимание уже ослабевает немножечко в течение часа, да, вот сейчас мне надо было вам, вас немножечко взбодрить. Вот таким образом я это сделал. Хорошо, теперь задание для хардкора. Первое. Не смотрим телевизор в течение этих десяти дней, а не слушаем радио, не смотрим вертикальные сериалы. Почему я, как бы, такое ограничение ввожу, да, потому что, если, например, вы захотите, там, ну, не знаю, посмотреть сейчас, очень сильно отличаются вертикальные сериалы от горизонтальных, да, то есть и хороший горизонтальный сериал, это может быть, ну, такой хороший, там, не знаю, Бергман, да, «Сцены из семейной жизни», да, это вот сериал, да, почему запрещать смотреть Бергмана. Вертикальные сериалы, я имею в виду такие сериалы, одна серия, одна история. Также я советую на это время не слушать музыку со словами. Тоже это такое странное и неочевидное ограничение. Опять же, для чего? Для того, чтобы вы попробовали разницу, посмотрели разницу между тем, как воспринимается музыка со словами и как воспринимается музыка без слов. Музыка со словами, она всегда берет больше внимания. То есть, если вы, например, пишете под музыку, об этом мы тоже там отдельно поговорим, я советую брать музыку без слов. Неважно, на каком языке. На русском вообще очень сложно писать под музыку со словами. На английском легче, но все равно, там, если там, я, например, хорошо знаю английский, да, для меня там люди по-английски поют все равно, что по-русски. Вот, я точно так же, как бы, слушаю и там, и все слова понимаю, весь текст понимаю. Это очень, там, очень внимание берет. Вот, прям, сравнить, и если вы, например, меломаны, слушаете музыку, вот в течение самодисциплины слушайте музыку только без слов. И посмотрите, какая разница в восприятии музыки со словами, музыка без слов. Дальше, не читаем новости в интернете. Давайте-ка я это тоже запущу в это самое домашнее задание для хардкора. Я все эти домашки размещу в описании видео. Не читаем новости в интернете. За одним исключением. Если вы работаете, например, и вам по работе надо новости в интернете смотреть, ну, смотрите тогда. Вот, но единственное, что я советую прям только во время работы смотреть. Не читаем френд-ленту в соцсетях. У меня все ленты отключены. В фейсбуке, в фейсбуке для этого стоит приложение, есть такой Kill News Feed. Его скачиваете, устанавливаете в хроме, и он отрубает, просто ленту отрубает. Вконтакте тоже там очень просто. Сейчас скажу, как вконтакте отрубить ленту. Значит, открываете ВКонтакт. Сейчас посмотрим в новостях. Штормозит. Короче, в новостях. И нажимаете новости, нажимаете на этот самый, там такой типа эквалайзер горизонтальный. Нажимаете показывается, выделяете все и выбираете не показывать. И ВКонтакте тоже все новости, у вас чистая лента. Электронную почту проверяем один раз в день. Тоже утром, вечером, когда удобнее. У кого есть порно в запасе, кто смотрит порно, удаляем. Порно под запретом на время тренинга. Конечно, никто из вас не смотрит, естественно. Мы все такие, блин, парни и девчонки. Никто из нас, конечно, даже знать не знает, что такое порно. Поэтому вот все, кто не знает, все закладочки, все папочки, финансовая документация, да, все. И не спрашивайте, откуда я это все про вас знаю. Все удаляем. Дальше. Не курим. Хардкор не курит на время самодисциплины. Если вы курите и не бросите, не можете бросить, возьмите книгу Алана Карра. Прочитайте и бросьте. Не пьем спиртное на время самодисциплины, опять же, на время хардкора. Не пьем кофе. Вот я каждый раз на время самодисциплины слезаю с кофе. Не едим сладкое. Не едим хлеб. Торт – это сладкий хлеб. Пельмени – это хлеб с мясом. То есть вот это все эти ограничения, они выглядят как диетические. На самом деле это ограничение не по диете. Да, то есть это ограничение по самодисциплине. Это виды зависимости, виды пищевых зависимостей, которые забирают больше всего внимания, больше всего энергии. То есть если у вас это есть, да, то есть если вы пьете кофе, едите сладкое, едите хлеб, и вы от этого на 10 дней отключитесь, вы получите очень сильный всплеск энергии. При этом смею надеяться, что у большинства из вас не будет из-за этого каких-то сильных проблем со здоровьем. Да, то есть это не такая страшная аскеза, да, то есть я эти советы даю не для того, чтобы вашу диету исправить, да, а для того, чтобы исправить именно самодисциплину. Вместо этого подъем на один час раньше, ледяной душ, не контрастный, а именно ледяной душ. Дальше стакан теплой воды с медом и лимоном, если у вас нет аллергии на то и на другое. Да, то есть если аллергия, просто стакан теплой воды. Опять же, еще раз важно, я подчеркиваю, это мне как бы на диету, на вашу наплевать, да, то есть это на самодисциплину, да, то есть вы 10 раз, 10 дней сосредоточитесь на том, чтобы налить воду горячую, да, и теплую, и опять же вы увидите, что изменится. Именно изменится самодисциплина. Ледяной душ, то же самое. Смее надеяться, что там не сильно, опять же, если у вас там есть противопоказания по здоровью, ну, не делайте этого. Дальше пробежка. То есть самая трудная физическая активность, да, то есть самая как бы труднопреодолеваемая, это пробежка на улице. Тоже не буду никаких, да, ни по технике бега, никаких вот этих, не буду давать этих самых, да, то есть если кому надо, там, поизучайте. Если не, не знаете, не разбираетесь, вокруг дома один кружочек пробежите 50 метров, этого будет достаточно. То есть здесь важно то, что когда вы это сделаете, когда вы побежите, это очень мощный такой всплеск энергии, да, и вы сразу же будете получать результат, если вы все это сделаете. Естественно, если у вас там больные колени, если вы беременны, не делайте этого, не бегите, делайте что-то другое. За каждое послабление штраф. Штраф может быть разный, сами себе придумайте. Может быть, там, тоже я в разные вещи по-разному практиковал, там, 100 отжиманий, например, 100 приседаний, или, например, 100 рублей на доброе дело, с которым вы не согласны, да, то есть, например, вы любите кошек, пошлите 100 рублей на собак, вы любите собак, пошлите 100 рублей на кошек. Но это должно быть именно доброе дело, да, не каким-нибудь, там, отморозком деньги послать. Но именно доброе дело, с которым вы не согласны, да, чтобы вам это было больно. И, соответственно, для чего мы делаем штрафы? Штрафы мы делаем для того, чтобы себя не грызть. Потому что очень часто бывает так, что человек начинает что-то сделать, а сегодня не побежал, ну и вот хожу, ох, я ленивая скотина, я не побежал, и так далее, и так далее. Там, я не принял ледяную душу, ой, я вот такой, ничего, из меня не получится, и я сгорел сарай, горе и хата. Да, то есть, выполнили наказание, и вы себя простили. Мы себя наказываем не для того, чтобы себя наказать, а для того, чтобы себя простить. Ну, пошел, сто раз отжался, ну, все, больше я, как бы, себе ничего не должен. И как бы дальше со спокойным сердцем продолжайте. Понятно ли домашнее задание для хардкор? Если понятно, напишите, что все понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Так, я... Так, и еще одно дополнительное задание для хардкора. За время тренинга, за время этих десяти дней прочитайте одну книгу из области, про которую вы ничего не знаете, и никогда этой областью не интересовались. То есть, вообще, вот что-то, про что вы вообще никогда ничего не знаете. Прям вот совсем куда-нибудь, в садоводство, в какое-нибудь животноводство. И именно книгу, а не аудио, прослушать. И лучше, если это будет бумажная книга. О результатах потом доложите. Поверьте, результаты вас очень сильно порадуют. Если вы в течение этих десяти дней будете читать что-то, не знаю, например, читайте хорошую литературу, возьмите, прочтите дамский роман. Да, то есть вот прям куда-то... Я всегда практикую это, и там журнал, у меня принцип, если я в аэропорту где-нибудь оказываюсь, я всегда покупаю журнал из какой-нибудь области, совершенно неожиданной, в идеале еще на языке, которого я не знаю. Это очень хорошо точку сборки сдвигает. Так, если есть вопросы, готов отвечать на ваши вопросы. Дополнительное задание. У нас сейчас проходит курс «Год радости». В нашей... Здесь же, да. И здесь же он будет продолжаться здесь же, на этой же странице. И, соответственно, дополнительное задание для всех участников самодисциплины, оно дополнительное для всех, и для хардкора, и для лайта. Каждое утро сделайте селфи с улыбкой. То есть просто вот улыбнитесь и сфоткайте себя. И в комментариях ничего не надо объяснять, мы все все знаем. Можете написать там «Доброе утро». И сюда в комменты запостите. То есть 10 раз, 10 дней, каждое утро заходите сюда на страницу, постите свое комменты, фото с улыбкой. И в конце дня отчет о том, что вас порадовало в течение дня. То есть если радость была секретная, условно, не знаю, секс там был какой-то, не хочется про это рассказывать, или порадовали чем-нибудь по работе, а вы секретный сотрудник какой-то. Ну пишите «Радость», «Была секретная радость». В конце дня пишите отчет о том, что вас порадовало в течение дня. Для чего это? Для того, чтобы, опять же, да, мы повышаем базовый уровень радости в нашей жизни. Для писателя это очень важно. Писатель должен быть счастливым, я считаю. Писатель должен быть здоровым, писатель должен быть богатым, потому что в этом случае он транслирует свое здоровье, богатство и счастье он транслирует своим читателям. Слишком много общества жило на топливе, которые, постаинтеллектуальном и эмоциональном топливе, которые поставляли больные, бедные, измученные, нездоровые, психически нездоровые писатели. Да, то есть это такая бесконечная ретравматизация общества такой вот больной литературы. Результаты, мне кажется, очевидны всем, да, как мы живем в мире такой литературы, как живут люди, воспитанные такой литературой. Естественно, это на нас влияет. Вот дальше меня это не пойдет. То есть вот все писатели после нашей сценарной мастерской, да, мы это дело изменим. Это дело моей жизни. Мы будем создавать счастливых, здоровых, да, энергичных и понимающих, как устроена жизнь писателей. И они будут создавать совершенно другое общество. Так, вопросы. Так, теперь давайте так. Кто на light, кто на хардкор? Определитесь. Вместо ледяного душа можно... Ребят, как хотите, адаптируйте, как хотите. Все техники. То есть я даю, вы адаптируйте и смотрите результаты. Такой же последовательности выполнять. И в идеале просто делайте то, что я говорю. Фильм или горизонтальный сериал можно смотреть? Можно. Понятно, прощайте конфеты. Да, мне подарили конфеты Гулливер. Конфеты отправляются до 10-го числа лежать. Так. Проведем тренинг и тренировку селфи. Точно, точно, Шарифа, спасибо. Короче, снимаем этот самый, снимаем селфи с улыбкой и постим в комменты. Прямо сейчас. Ride Now. Все участники, кто в прямом эфире смотрит, снимаем селфи с улыбкой и постим в комменты. Вперед. Блин, комменты летят, я не успеваю на вопросы ответить. Какие-то были вопросы, и я их не успел ответить. Сейчас я посмотрю. Хардкор нас поприкнутый. Все больные идут на лайт. Ребят, все больные сразу на лайт. С ума не сходите. Как быть белочкой, если вокруг одни ежики. Садитесь верхом на ежика и едьте. Книги можно читать? Можно, конечно. Прошлый год закалил, но я буду хардкор проходить. Я опять с кофе слезаю. Столбовые стояния. Кур со штрафами. Кур со штрафами. У меня уже темно, селфи не получится. Ну, включите лампочку. Ребят, как хотите. Мне же все равно, совершенно. Так, как мне включить сейчас я сначала новое. Так, отключу. Вот фотки, на самом деле, это очень крутая тема. Вот те, кто проходят год радости, вот вы заметили, наверное, такую штуку, что вот мы делали фотки, и сначала вот прям так тяжело это было, так тяжело эти улыбки получались, просто вот через не хочу. И так я смотрю, блин, мрачные лица такие, каждое утро. Как же это? А потом постепенно, постепенно, и вот сейчас просто я делаю, каждое утро делаю селфи, выкладываю, да, вот смотрю, и просто свет идет. То есть от ленты идет свет, и это прям очень круто. Вот я хочу, чтобы вы это попробовали, посмотрели. И это, ну, это жизнь меняет прям конкретно, очень простое действие, да, то есть я делаю селфи обычно утром, когда ребенка в этот самый в школу веду, вот, и в Москве еще темно, да, то есть я привожу ребенка к школе и фоткаюсь там перед школой, пока на качеле качается, пять минут его законные, вот, и у меня настроение меняется, да, то есть это такая, ну, тонкая перенастройка. Есть, вот поделайте, поделайте фотку, это, это прям очень крутая штука. Не стесняйтесь, не бойтесь, да, вот тоже начинается там, а у меня там, а я некрасивый, там селфи в чат не добавляйте, нет, они добавляются вот в это сам в комментариях, они их видно. Вот я сейчас в комментариях смотрю, вижу, блин, красавчики вы, вообще прикольные. Вот, тоже не обращай, я тоже, знаете, утром башка не мытая, да, мешки под глаза заспаны, ну и пофиг, да, ну, зато улыбка, и как бы настроение меняется, и людям, людям по кайфу. Так, ну че, мы с вами прям как-то час, час двадцать уложились. Все, вы молодцы, мы с вами круто проведем, круто начнем, круто проведем этот год. Давайте осмысляйте, осмысляйте, начинайте, пробуйте, тестируйте, что-то не идет, меняйте, да, то есть докручивайте, и завтра увидимся, домашнее задание здесь же, в комментариях, завтра с утра, селфи, нет, селфи в чат не вставляется, но оно появляется в комментариях, то есть вы его к комментариям, трансляциям отправляйте, и оно там появляется, я вижу, там полетели фотки, прям суперские. Вот, и увидимся, запись останется здесь, домашка выполняется в комментариях, сейчас текстом домашку я добавлю в описании видео, те, кто идут в мастерскую, прям можете, если, может быть, кто-то из вас, а давайте так, вот если кто-то из вас, кто уже понял сейчас, что все, точно, все, иду на сценарий полнометражного фильма, нравится то, что делает Молчанов, иду, вот прям сейчас сходите и оплатите, оплатите мастерскую, сразу же после эфира, и как бы и у вас от этого настроение улучшится, и у меня настроение улучшится. Так, если нужно два отдельных текста писать, вот я об этом прям, это так просто не скажешь, я будет об этом тема, я вам потом расскажу подробно, как их разводить, да, естественно, один утром, другой вечером, да, то есть я все это тоже расскажу, там разные способы разных текстов. Это просто отдельная большая тема, я не уклоняюсь от вашего ответа, я вам расскажу просто это подробно, не хочу сейчас просто вот двумя словами. Есть, есть, друзья. Ну все, увидимся завтра, здесь же, в прямом эфире в 12. Вы молодцы, я кайфую от ваших вопросов, от ваших комментариев, и увидимся завтра в 12 дней, в 12 часов на самодисциплине для писателей и сценаристов. Пока-пока. Обнимаю. Всех люблю. Субтитры создавал DimaTorzok